Максим Кембель На гармошку помят бампер и разбита фаром Кого забрала скорая Повторение мать учения В Бобруйске прошел единый день безопасности Формат квест-игра Разгазывают кроссворды, участвуют в викторинах Сколько было участников и какие службы встретились с ребятами Закрепились на первом месте Бобруйская Белшина уверенно обыграла Петриковский шахтер Получилось то, что планировали Сколько голов увидели болельщики А также скоро в школу Непогода в столице И рабочее совещание Александр Лукашенко встретился с руководством Совета Министров Что обсуждали и какая судьба ждет неплатежно способные предприятия Минздрав в Беларуси обновил статистику покоя 19 За минувшие сутки зафиксировано 597 пациентов с положительным тестом на коронавирус Все с начала пандемии заразились 462 794 человека Тем временем поликлиники и больницы Беларуси ведут подготовку на случай осеннего эпидподъема COVID-19 Так запасов медикаментов хватит больше, чем на полгода А из 77 тысяч коек COVID-больными занято лишь 6 тысяч Возросла сейчас и актуальность прививок Например, в Могилевской области один компонент получили без малого 167 тысяч жителей 2-130 Плюс вакцинировались 24 иностранца В масштабах всей страны полный курс прошли порядка 1 миллиона 200 тысяч людей По линии ГАИ На перекрестке Минской и Чингарской произошло ДТП Столкнулись с лековушкой мотоцикл Владельца двухколесного транспорта забрала скорая помощь В причинах аварии разбиралась Ольга Васинда Утро вторника 10.00 Со двора дома на Чингарской выруливает пижон Курс прямо через Минскую Проезжает пешеходный переход и вдруг навстречу мотоцикл Со слов женщины, двухколесный вылетел как черт из табакерки На проезжей части стояли припаркованные машины Заметить байкера было просто невозможно Я выезжала со двора по прямой За автобусом еще черный жип Смотрела, там горел красный Полностью свободная от светофора до светофора Минская улица Только я тронулась, может, скорость 5 километров Как с ровом летел мотоцикл На какой скорости он ехал? Ну, наверное, километров 150 На место прибывает экипаж ГАИ Движения по центральной улице города ограничивают на несколько часов ДТП собирает много зрителей Но еще больше оставляет вопросов На проезжей части лежат осколки стекла Байк отдыхает на асфальте Передняя часть Пежо Больше похожа на гармошку Помят бампер и разбита фара Мотоцикл пострадал сильнее Двухколесный навряд ли сможет ездить Его место теперь на кладбище машин По оперативным данным Во время столкновения мотоциклист Кавасаки Вылетел с сиденья на обочину Водитель авто не пострадала Но испугалась не на шутку Согласно ПДД, женщина обязана была уступить байку Ведь она двигалась по второстепенной дороге В результате ДТП Мотоциклисту были причинены телесные повреждения С которыми он был госпитализирован По факту ДТП проводится проверка Подобные аварии, к сожалению, не новинка С начала года на дорогах Бобруйска Произошло три таких ДТП Пострадало четыре человека Одно из них по вине мотоциклиста Белорусский каравай, Минский полумарафон и День знаний В Могилевской области почти 12 тысяч первоклассников пойдут в школу 1 сентября Сколько будет работать молодых педагогов? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре Александр Лукашенко провел совещание с руководством Совета министров На обсуждение были вынесены четыре основные темы Проекты программ союзного государства Корректировка полномочий правительства Совершенствование мониторинга общественной безопасности И реабилитация неплатежеспособных предприятий Президент настаивает на снятии части нагрузки с судов При решении судьбы таких организаций Часть вопросов могут взять на себя местные органы власти В Могилевской области почти 12 тысяч первоклассников пойдут в школу 1 сентября В регионе действует около 350 учреждений общего среднего образования Из них 83% получили сертификаты готовности Остальным подпишут до 18 августа К слову, в Приднепровском крае порядка 470 молодых педагогов Приступят к работе уже на этой неделе На Молот в стране приближается к 6 миллионам тонн Госзаказ выполнен на 80% Тройка лидеров Минская, Брестская и Гродненская области При этом некоторые районы и хозяйства уже завершили уборочную В целом столичный регион взял полуторамиллионную планку По стране убрано около 90% площадей Сегодня мощный ливень накрыл столицу Тучи оккупировали центр города около 12 часов После нескольких раскатов грома и молний начался сильный дождь В результате непогоды была частично подтоплена проезжая часть И ограничено движение общественного транспорта Работники МЧС выезжали на оказание помощи по распиливанию упавших деревьев Пострадавших нет Минский полумарафон возвращается 12 сентября Все участники, которые зарегистрировались год назад Смогут без проблем пробежать выбранную дистанцию Их, как обычно, будет три 21,5, 10,5 и 5,5 километров Последняя, самая популярная Из-за коронавируса количество спортсменов ограничат Смогут выступить не более трех тысяч Еще больше информации в мобильном приложении турнира Каникулы без последствий В Бобруйске прошел единый день безопасности Основной локацией стал центр доп. образования детей и молодежи Ребятам предложили пройти квест «Колесо безопасности» В качестве участников почти 200 школьников На станциях их ждали сотрудники служб МЧС, ГАИ, страховая компания, Красный Крест, газовики, освод Ответить правильно на все вопросы и набрать максимальное количество баллов Было главной задачей Ребята по станциям за определенное время Разгазывают кроссворды, участвуют в викторинах Выполняют различные задания на каждой станции Это нужно сделать в течение 80 минут Правильно ответить на вопросы Лучше получат диплом и памятные сувениры Сотрудники спецслужб на протяжении всего лета встречаются с ребятами Напоминают, как правильно вести себя на дороге, возле водоемов И в случаях экстренной ситуации К слову, сейчас в Меглевской области проходит Республиканская акция МЧС в Центре внимания детей Начальный этап по 31 августа А уже с 1 сентября стартует второй в учреждениях образования В программе интерактивные игры, квесты и плановая эвакуация Завершится она 10 числа единым днем информирования Десятая победа в чемпионате Накануне Белышина принимала шахтер из Петрикова На первых минутах матча за Бобручан было тревожно Горняки создали пару голевых моментов Благо уверенно в рамке играл Хаританович К середине тайма шинники прибрали инициативу к своим ногам Осада ворот противника дала свой результат Гол в раздевалку забил Рамазан Исаев После перерыва характер игры не изменился Дубль на свой счет записал все тот же Исаев Еще по разу отличились Делевский и Захаров Гости смогли ответить лишь однажды 4-1 Белышина набирает 3 очка Все хорошо, как бы добились результата Это положительно, добавило эмоций Думаю, что получилось то, что планировали Ну, в большей степени, я бы сказал, что получилось То есть, конечно, есть определенные моменты, которые нам надо развивать и совершенствовать Сейчас Белышина идет на первом месте в турнирной таблице В роли преследователей Держинский арсенал и столичные кромкачи На очереди 19-й тур Красно-черные на выезде сыграют с гомельским локомотивом 20 августа 18.30 Это все и события к этой минуте Смотрите нас в интернете и в соцсетях Мы в эфире каждый будний вечер Счастливо! Счастливо! Редактор субтитров А.Семкин